МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Алло, Леночка, здравствуй. Мы начинаем-то где? Где? На Бали? А с кем мне передачу вести? Что значит? Найди кого-то. Ну, какой массаж с маслом? А это не мне? Алло! Придется кого-то искать срочно. Я пойду пройдусь. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Для ведущей я неподходящая личность. Потому что я старая, во-первых, толстая, во-первых. Вы замечательно выглядите. Спасибо. Здравствуйте. В эфире хорошие новости, программа, призванная повысить ваше настроение, рассказать об интересных идеях и добрых вестях. С вами я, Тимофей Козуб, и очень дорогой телеведущий из Лондона Степан Гуреев. Субтитры сделал DimaTorzok Скажи привет. Привет. Так, смотри. Каждый выпуск мы начинаем с перечисления праздников, которые предстоит отметить на этой неделе. А это, вроде, как 1 апреля. Да, но 1 апреля только в среду. А вот сегодня день войск ракетно-космической обороны. И это день наших российских людей в черном. Да. И давай поздравим их соответствующим образом. Поздравляю. 1 апреля – мировой праздник смеха, шуток и розыгрышей. Самое главное в этот день – не перегнуть палку. Шутить весело, неожиданно и по-доброму. Например, самой непревзойденной шуткой 20 века до сих пор считается репортаж канала BBC 1 апреля 1957 года. В сюжете рассказывается о небывалом урожае спагетти, который удалось собрать в Швейцарии. Рассказ сопровождали документальные кадры, где улыбающееся семейство собирает лапшу из деревьев. Зрители звонили в редакцию и интересовались, как же вырастить такое дерево. На что получали логичный ответ – сырую спагетти нужно посадить в банку с томатной пастой, регулярно поливать и надеяться на лучшее. 1 апреля 2000 года мне было 14 лет. Я надел… Это эффект неожиданности, да? Что, серьезно что-нибудь? С первым апреля. Заранее не поздравляют, я не удержался. Ладно, хорошо. Мы, команда хороших новостей, в канун Дня смеха решили разыграть жителей города. Суть розыгрыша – начинающий корреспондент хочет взять у вас интервью, задать пару вопросиков. А вот что происходит дальше в сюжете Виктории Карповой. Девушки, добрый день. Один вопрос – это ненадолго. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. У нас для вас один вопрос. Можно вам один вопрос? Добрый день, молодой человек. Ответьте нам на один вопрос – это ненадолго. На один вопрос? Да, на один вопрос. На следующей неделе просто будет день детской книги. Что это такое? Я не знаю. Девушки, помогите мне, пожалуйста. А, это, ну да, это совсем хорошо. Ну, ну, давайте нет. Понимаете? Мне кажется… Не знаю. Может, ты мне сейчас и кофту порвешь. Там кофта? Я не знаю. Это ничего мне? Может, вы меня так… Ну, тяните. Надо вытянуть теперь, чтобы я не знаю. Ну, попробуй. Ну, помоги ей. Помоги. Ну, что вы… Как, как, как я буду? Я даже не знаю. Ну, тяните, тяните. Надо вытянуть ее. Я ж так не могу. Ну, смотрите, как там… Смотрите, как там… Смотрите, как там… Как я стрелял. Как? Как? Вот это… Вот, это мне фокус. Вот, это… Как, как, как? Вот. Вы молодцы, справились с заданием. На самом деле, вас сыграла программа «Хорошие новости». Да. Да, да. Вы должны были с ним присканетельной книг, но вы успешно справились. Молодцы. Молодцы, помогите, пожалуйста. Вы сейчас. Нет, она, наверное… Вы уверены? Да. Ну, вы просто мастерски справились с этим. Есть еще отличный пример первоапрельской шутки, причем в эпоху советской власти. В 1988 году в газете «Известия» сообщалось, что звезда аргентинского футбола Диего Марадонна ведет переговоры с московским «Спартаком». В газете говорилось о том, что знаменитый российский футбольный клуб предложил Марадонь 6 миллионов долларов. И Диего, скорее всего, не сможет устоять перед таким щедрым предложением и будет играть за «Спартак». Некоторые шутки оборачиваются серьезным материальным и моральным ущербом. Так, после розыгрыша китайской молодежной газеты в 1993 году, власти Китайской Народной Республики заклеймили 1 апреля как опасную западную традицию. Газета пошутила над одним из самых животрепещущих для общества законов и написала о том, что правительство решило освободить кандидатов наук от существующего в стране запрета иметь в семье больше одного ребенка. Но не всегда шутки на 1 апреля – это зло. Например, совсем недавно, на прошлой неделе, во Франции в одном из супермаркетов должно было произойти ограбление. Кассирша, увидев мужчину с оружием в руках, начала смеяться. Мужчина ей – давай деньги, это ограбление. А она отвечает – о, это розыгрыш, да? А где камеры? Да ладно? Я догадалась, что это розыгрыш. А он что? Ограбитель обиделся и ушел. Когда после произошедшего кассиршу расспрашивала местная полиция, мол, почему такая реакция была, женщина признала, что скорее скоро 1 апреля и решила, что это просто розыгрыш. Скорее Песково. Команда хороших новостей совместно с ГИБДД города Егоревска решила разыграть водителей. Для этого на одном из перекрестков мы устанавливаем вот такой плакат. прячем камеру и прячемся сами. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры сделал DimaTorzok В этот день нужно поставить стакан молока на стол и хлебушек, чтобы его задобрить Еще есть хорошая новость для рыбаков 3 апреля именины Водянова После зимней спячки он просыпается голодный и злой Поэтому для удачной рыбалки в летний сезон нужно, записывайте Купить у цыган самую негодную лошадь, утопить ее в любимом водоеме И попросить Водянова беречь вас и вашу удачу Блошадку жалко На очереди наша постоянная рубрика «Ваши письма» Напоминаю, это те хорошие новости, которые вы присылаете на наш почтовый ящик Хорошие.ньюссобака.яндекс.ру Или пишите в группу ВКонтакте Для тех, кто не пользуется цифровыми благами Есть специальный ящик для писем в нашем абонентском отделе Росик лумяненький Росик лумяненький Лоб лумянный Лоб? Да Более лумянный Луки И улыбка Прекрасная игрушка Да, Ларис? Палка-копалка Ну а теперь переходим к предстоящим мероприятиям, которые на этой неделе почему-то очень мало Видимо, все заняты подготовкой к 70-летию Великой Победы Я вот вижу только анонс фильма в кинотеатре «Пегас» Ежедневно с 30 марта по 12 апреля вы сможете увидеть Старая сказка на новый лад 12 месяцев, сеансы в 11, 13, 15, 00 Там же в кинотеатре «Пегас» в 17, 00 Вашему вниманию предлагается фильм «Путевка в жизнь» А для тех, кому уже исполнилось 16 лет Фильм «Голые перцы» Сеансы в 19, в 21, 00 Правда, только по выходным Кстати, недавно стало доподлинно известно, что в Егоревске на улице механизаторов Ко дню города будет открыт Кто? Никто, а что! Кинотеатр! А у нас есть видео, внимание на экран На прошлой неделе свершилось такое долгожданное событие Впервые группа активистов и местные СМИ были допущены на место строительства кинотеатра Да-да, вы не ослышались, кинотеатра в городе Егоревске Посмотрим на стадии строительства, на стадии, наверное, завершения уже строительства Мы ждали этого объекта без малого 8 лет И вот он, только вдумайтесь в эти цифры Сотни магазинов, десятки парковочных мест, игровая комната, точки быстрого питания и 2 Целых 2 кинозала на 56 и 250 зрительских мест По первоначальному проекту планировки Горозвлекательный центр Потом поступило предложение все-таки организовать здесь кинотеатр Мы нашли компанию, которая специализируется на этой теме Значит, она дала свои предложения Полностью был изменен проект под это дело Вплоть до того, чтобы конструкция кровли менялась Короче, весь проект сориентирован сегодня на то, чтобы здесь появились заполнительные помещения Такие, как кинозал, пиловарня Торговые точки здесь с самого начала были предусмотрены То есть, как ведет процесс запуску зданий в эксплуатацию Здесь появятся первые арендаторы Когда? Да, пожалуй, единственный вопрос, который интересовал всех собравшихся Отвечаем Ко дню города обещали открыть Нам остается только надеяться и верить Ну что, кинотеатру быть и это хорошие новости Продолжаем афишу Сегодня на телеканале ТВ Мост в 22.30 отечественный художественный фильм Пушкин. Последняя дуэль Фильм очень точно описывает ту атмосферу, которая предшествовала перед дуэлью Александра Сергеевича Пушкина с Жоржем Дантесом Киношники ярко показали саму дуэль, смерть великого поэта и расследование этого события В главной роли, угадай кто? Сергей Безруков Любимец девушек и бабушек, но фильм хороший Следующие новости Вард Кафе Филтайм 4 апреля группа Стоп Снято Это трио из Москвы, играющий громкую акустическую музыку с текстами на русском языке Корни группы уходят в поп-панк Начало музыкальной вакханалии в 20.00 У меня текст закончился Что это значит? Да, это значит, что на очередь наша постоянная рубрика «Случайный кадр» И нам с тобой пора идти встречать очередного победителя Пойдем? Пойдем Победитель конкурса «Случайный кадр» Расскажите, как вы себя увидели, кто вам в этом сказал и в чем вы были одеты? Я был в красной куртке, зовут меня Вячеслав, здравствуйте А тебя как зовут? Мария Мария Вот, а она говорила хорошие новости буквально за одну минуту, пока меня снимали Вот, а снимали меня около фонтана, я шел А узнал я, ну, жена приехала с работы, жена сказала, что тебя показывали по нашему телевидению Она видела, да, я говорю, молодец Ну, мы вас поздравляем Спасибо Спасибо большое Ну, я хочу, да, передать большой привет своей супруге Елене Вот, то, что, ну, так все здорово получилось, даже не ожидал Вот, ну, всем знакомым, большой привет, большое спасибо за участие И вам Да Хорошие новости, смотрите А мы напоминаем, что рубрика «Случайный кадр» продолжает одаривать всех удачливых Что для этого нужно? Просто попасть в объектив наших камер и увидеть себя по телевизору А увидев позвонить по номеру 8906-099-5005 или прийти к нам в редакцию Внимание на экраны, вот новый претендент на получение приза от телеканала «ТВ Мозг» Если вы узнали эту девушку, то передайте ей, чтобы обязательно позвонила нам по указанному номеру Или пришла в редакцию Девушка, мы ждем вас На этом выпуск хороших новостей завершен Хорошие новости есть всегда, нужно только научиться их видеть А если вокруг вас нет хороших новостей, то делайте их сами И заряжайте позитивом все вокруг Увидимся через неделю, пока И все Че, ну да Жаль Ну пока Ой, это текст, я вообще запутался Мне так понравилось, как я со всеми попрощался в первый раз Давайте еще раз переснимем Ладно Вот они удивятся, растеряются и больше не придут Правда, правда? Это не воборот Правда, правда Ты обещаешь Правда, правда Правда, правда Вот они удивятся, растеряются и больше не придут Правда, правда